Можешь здесь сделать, но стол свободный должен быть. Ну, а вон там стол пойдет, на улице. На улице нежелательно, потому что вы будете тут. Я пришел с подарком, мне нужно раскрыть все это. Вот снимут у нас его. Игнать Тихонович, а мы в тишине зайдем, что вы-то решетесь? У нас никогда этого не было, чтобы ребенок спит и что-то менялся ритм жизни. Никогда. Они росли нормальные дети. Ну, а потом они будут орать у меня до вечера. Что вы боитесь-то? Пусть орет. Чтобы у нас ребенок спит, они маленькие, сильно прыгнут, заделут. Ну, 10 ребятишек. Кто бы это тресся? Родители? Нет, мы их воспитывали. Значит, нам нужно где-то раскинуть это. С таким праздником пришел к вам, и вы меня так встречаете. Игнать Тихонович, ну поймите, я... Вообще, мы готовили много лет, много лет готовили этот подарок. Ну, можно, но давайте на улице. Давайте на улице. Это совершенно неправильно, когда ребенок спит, и телефоны его включают, и прочее. Вы ничего не добьетесь этим. Ребенку не свойственно ни в природе, ни в зверей, ни у птиц, нигде нет, чтобы его храняли, чтобы не пискнули. Нормальный вид, ребенок никак не мешает. Вон там, давайте сюда. Да. Подходи. Причем я говорю об опыте, опыт у нас, 10 детей, это опыт. Исполнил Господь желание. Иди сюда, на мою сторону. Пропаду в стихах. Смотри, какими, ламинированные, ты понимаешь? Все попадет даже в вода. Красиво. Почти по тысяче страниц. Тут в каждой 96 страниц фотографий. Когда будешь считать, ты обязательно себя тут увидишь. Детей твоих, мужа. Фотографии. Вот смотри, каждая строчкой, и напротив каждой, вместо Святой Библии, откуда взята мысль. Это проповеди в стихах. Этого никогда нигде во всем мире не было. А сейчас идет уже 7531 год. Вот оно, видишь как. Ну и тут все данные, все. Теперь здесь все разные. А почему красное рождается в крови? Это как знамя синий. Человек убирал в Бога Небесному. Это его плоды. Ну а это Беликий Белый Престол. 21.10. Откровение на Богослово. Вот. Прошу это принять. Это не за деньги, за вашу доброту. Я вам говорил, что это будет. Вот сейчас привезли только сегодня. Мы еще все не получили. Ну, там на неделе, может быть, будет, когда получим. Тогда будет видно. Тираж самый маленький, больше не потянули. Это сразу за миллион захватывают. Всего 500 экземпляров. Ну, уже все распечатали? А? Уже все распечатали? Сказали, да. Все. Только привезти осталось. Где тут дальше написано типография. Вот, посмотри, просчитай, где это мы отпечатали. Какой шире. Вот, внизу, просчитай. Горно-Алтайская типография. Россия, Республика Алтай. Город Горно-Алтайск. Проспект Коммунистический, 35. Тираж? Тираж 500 экземпляров. Все. Кто проверял? Я должен сейчас библиотеку сдать сколько. Так уже принято. Мои книги все в библиотеке центральной. Если бы я был в Москве, то и московской библиотеке получили бы. Ну, так положено. Вот, это РИО Новости. Российское информационное агентство, приезжав фотограф с разрешением, его сфотографировал. Я иду на проповедь. Как есть босиком. Видишь как? Здесь ветер. Не просто так. И бороду сдуло. А это наша газель. Специально вызвали фотографа фотографировать на четвертую книгу. Больше ста фотографий. Ни одна не подошла. И уже все закончилось. И вдруг из Потеряевки приехали на газели. А я подошел, отверст он ее. И она оказалась лучшей фотографией. Совершенно не по заказу. Ну, вот как видите. И корешки, которые вы увидите здесь. Вот видите. Вот такая. В пропаде стихах. Номер один. Низу написано. Здесь совершенно другое. Я снимаю. Здесь стою с книгами. А здесь. На фоне российского флага. Который я просто влюблю. Ну, все. Ну, спаси, Христос. Так, смотри, чтобы не повредили. Это никогда не повторится. И никогда не было. Чтобы проповедь были в стихотворной форме. Вот сейчас, которые люди смотрят новое. Грамотные такие там. Читают. И я, говорит, не могу понять о чем. С третьей попытки. Ой-ой-ой. Там сколько заключенных в этих словах. Там асимметрия такая идет. Как бы разрыв. И сразу переносятся из тысячелетия на сегодняшний день. И конкретно к считающим. Я сам не знаю, что когда писал. Говорят, а как писали? Не знаю. Я на молитве просто у меня строка проплывает. Я ее вижу. Никто ее не видит. Я на молитве сразу строчку напишу. А еще 35 строчек. 9 куплетов по 4. 9 и 4 и 6. Это я уже здесь. И вот сколько. Вот бумагу продают, которую печатать. Это 7 пащек. 500 листов. 7 пащек одна на другой. Исписанная. Стихотворение. Ни одной помарки нигде нет. Так не бывает. Он Пушкин писал, сколько он перечеркивает. Я тоже хотел подражать. Ничего не получилось. Вернулся к тому, что было. Первоначально. В самом начале. Скрытая глубина. Это дает такой разворот мозгам. Да я ходил и не видел. Береза обыкновенная. Ты найдешь здесь все написано. Ты увидел дом свой и увидишь дом родной. Тебе стали говорить о России. Ты найдешь. Вот говорят. Святая Русь. Добрый день. Святая Русь. Везде. Коротко стихотворение. Святая Русь. Когда была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино. Вина. Война. Война. Хватали все от севера до юга. До порта Артура. Оспа островов. Все подгребли. Самом. Тайгу и вьюгу. И расплодили нехристи и воров. Кто хуже нас сокровища земные? Транжирец жжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне. При Балтике. Татарам и Чечне. На наши земли вожделения. Зависть облизывая смотрит. Миллиард. Весь мусульманский мир. Там добровольца в запись. У нас отнять за счастье каждый рад. О, Боже, проповедников пришли. Служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови. Тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда исполнив веренную нам не Русь святая, а герои веры. В народы понесут евангельский бальзам. От коммунистической заразы и химеры. Ты чувствуешь, какая экспрессия здесь? А последний куплет, когда тут есть, я на море работал. Рыбацкая шнула, с волнами боролась. Стремительный крен возрастал. Смятение росло, но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был лопасти виден плавник. Как туша убитого кем-то финвала, корабль под ударами сник. Остались минуты, а дальше развязка, объятия холодной волны. Над пропастью мглы с ледяной повязкой, о чем бы подумали мы. Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне. На жизненной грани, на жутком изломе, на вечной девятой волне. Иные клянут капитана, стар меха проклятием всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха и брошена разом в волну. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной, Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой. Чувствуешь? Это конкретно. Корабль терпит крушение, и мы все идем на дно. И успел молительные слова сказать. Мы уходим. С Богом. Спасибо, Господи. На солнце не оставляй. Сейчас я заберу. Сегодня не получится? Сейчас мы идем куда-то на обед. На фонд. Если успею, то я обязательно приду. Мне надо еще.